Привет, друг, с тобой Каноба, и сейчас я за минутку расскажу тебе, что представляет из себя Metal Gear Survive. Поехали! Metal Gear Survive это типичный выживач. Здесь нужно бегать по карте и собирать ресурсы, чтобы потом на базе из ведер и палок мастерить винтовки, броню и ловушки. Собирать хлам интереснее в зараженных зонах, там не работает мини-карта, видимость очень ограничена, а дышать приходится через кислородную маску, да и враги сильнее. А еще здесь нужно кушать и пить, а для этого надо охотиться рвать ягодки, собирать, очищать воду, варить в котелке суп. Весь боевой геймплей закручен вокруг защиты определенных точек от наступающих волн зомби, этому посвященный кооператив. В ход идет холодный, дальнобойное оружие, ловушки, укрепления, все максимально стандартно. Звучит диковато для Metal Gear. А как насчет завязки, где солдат со старой базы Биг Босса затягивает в параллельную реальность, в которой живут зомби с кристаллами в башках? А ведь игра сюжетно связана со всей серией. Более того, Lore Survive затрагивает события вселенной Metal Gear аж до 1943 года. Смиритесь, оказывается, кристальные зомби и параллельные реальности здесь были всегда, просто мы не знали. Но проблема не только в идее, Metal Gear Survive срежиссирована и написана очень плохо на уровне мобильных фри-то-плей гринделок. Громкое имя в названии может выйти ей боком. Подписывайся на канал, ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно, заходи на Канобу почитать больше про Metal Gear Survive, про другие игры, кино, сериалы, музыку, технологии, комиксы, книги и вообще про все самое интересное. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok